Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С парнем встречаемся 4 года, 14 лет. Он хороший как парень, делая внимание, никогда не обижал. Про изменения это, по этому, были нет речи, но на протяжении наших отношений меня бросает из крайности в крайность. С одной стороны, мне с ним хорошо, я могу скучать, хотеть тактильного контакта. Мы планируем свадьбу, но с другой стороны, в первый год у меня была претензия, что мы не можем часто видеться, а потом у меня были навязчивые мысли, что я не должна с ним встречаться, потому что в моей семье всегда девушки находили кого-то постарше, кто мог даже работать, а я как будто отошла от системы, как будто я неудачный сошел в своей семье, но при этом родители его принимают, меня мучает то, что я постоянно волнуюсь, что на людях он как-то не то, что скажет, будет выглядеть, но не давал повода к такому. Я не понимаю, что делать, я не хочу с ним раздаваться, но, видимо, принять полностью тоже не могу. Меня раздражняют его родственники, они постоянно снимают время, которое могут привести со мной. В моей семье все по-другому, то, как у него, я полностью отрицаю, потому что они часто ругаются, а тут алкоголик. Не представляю, как после свадьбы с ними взаимодействовать. Ну, смотрите, во-первых, что я могу сказать. Я бы сказал, что у вас есть, во-первых, базовая тревожность, то есть, когда опасаетесь вы будущего, опасаетесь вы чего-то, вот, что с вами произойти может, это первое, пожалуй. Вот, значит, второе, что я бы сказал, это то, что он налицо у вас детско-родительский конфликт, вот, значит, ну, с вашей, с вашей семьей. Вот, по поводу непохонности своей, на родителей, ну, вот, точнее, не на родителей даже, а на своих родственников, как вы пишете. Вот, это тоже нужно проработать, потому что вы, в целом, не должны быть на них похожи, у вас свой путь. Третий момент, вытекающий прямо из предыдущих, это то, что в отношениях с молодым человеком, судя по всему, вы занимаете родительскую позицию, вот, это вытекает из-за вашей тревожности, опять же, потому что, когда человек тревожный, он всегда пытается какие-то вещи контролировать, но и родительская позиция тоже существенная, здесь, на мой взгляд, дает о себе знать, и, в общем и целом, ее также нужно корректировать, потому что отношения выстраивать с позиции родителя не лучшая история, не лучшая идея, как минимум, вот. То, что вы не принимаете своего молодого человека, опять же, очень важно увидеть, вы его не принимаете из чего? Вы его не принимаете из-за своих ценностей или с этим, в той или иной степени, связанные некие ваши собственные страхи, переживания и тревога. Еще хочется отметить, что как будто бы в отношениях, ну, в ваших отношениях с молодым человеком очень много присутствует третьих лиц, и вы фиксируетесь, на мой взгляд, акцентрированно на, значит, свадьбе, на семье и так далее. То есть, как будто бы здесь вы не добираетесь себе, а как можно быстрее хотите, значит, получить какую-то защиту, да, верить в себя под защиту мужчине и, соответственно, все. Вот. На мой взгляд, это выдает некоторое такое обесценивание себя, своих собственных возможностей, не обращение на этого внимания, как результат, проблему с собственной реализацией, то есть, самореализацией, вот, которые и сублимируются по итогу, сублимируются в родительскую позицию, в родительское поведение по отношению к молодому человеку. То есть, грубо говоря, с молодым человеком отношения выстраиваете только вы. Родителям это все хорошо, но это не важно, это второстепенно. Для вас же как будто бы проблема, что ваши родители его принимают, и что вы не принимаете его родителей. Далее, в части, где вы говорите, что у вас есть претензия, что вы мало видитесь, у вас есть претензия, что родители молодого человека отнимают время, которое мог бы провести с вами, вот тут, как бы, на мой взгляд, тоже про тревожность, про невозможность находиться наедине с собой или про чувство собственничества, то есть, что молодой человек должен быть время при мне. То есть, опять же, такая вот родительская контролирующая позиция. Вот, то есть, это вот, либо страх мутура 29, либо тревога. Вот, какая-то ваша внутренняя личная боль. Вот, обратите внимание, что вы пишете про то, что он хороший как парень, деляет внимание, никогда не обижаемый, про измены более неопречия. То есть, как будто бы вы здесь, во-первых, общаетесь только на гендерном уровне. То есть, то, как мужчина и женщина, игнорируя личностную и партнерскую сферу отношений. Как будто бы вы выбрали его по критериям. Вот. Ну и самое главное, это то, что с 14 до 18 лет, сколько вам сейчас, вы, по сути, стали совсем другим человеком, вы очень сильно изменились. И это нормально, что у вас такие качели. Вот. Я бы сказал, что, чтобы качели не так сильно влияли, вам нужно повышать свой эмоциональный интеллект. То есть, лучше замечать, какие чувства у вас возникают, и как их выражать, как с ними обращаться. Сделать это поможет психолог, как разобрать все те, всю ту проблематику. Вот. Которые я писал. Также у вас есть проблема самооценки и зависимости от других, что выдает, опять же, недоверие себе и обесценивание некоторых себя. Возможно, даже сравнивание себя с другими, есть такой у вас опыт. Вот. Ну и ревность. Вы ревнуете его к его же родственникам, что тоже выдает, ну, некоторую неуверенность в себе. И страхи. Вот. Пытаетесь вы быть правильной, вот. Пытаетесь вы быть правильной, пытаетесь вы быть достойной и соответствовать чьим-то ожиданиям. И это вот приводит только лишь к напряжению и затягиванию узлов, гаек и всего такого. Ну, уж точно не к свободе и к гармонии. Вот. Молодого человека, мне кажется, вы выбирали изначально по какому-то душевному порыву. Вот. Ну, а дальше начали брать вверх привычные догмы и стереотипы. Вот. Так что, чем больше вы будете смотреть в сторону развития своего личностного аспекта, в том числе и с молодым человеком, и партнерского элемента взаимодействия с ним, тем вы будете видеть, что все, что вы описываете не так уж и важно. То есть, не так важно, как он себя ведет, не так важно, там, что его родственники, не так важно, уделяют ли вам много внимания или нет. Вот. Вот. Вы сможете опираться на себя. А сейчас этого не происходит. Сейчас происходит так, что вы, вот, по сути, получается, из семьи, да, перешли в отношения с этим человеком. Мы, по сути, вот, все время вы, да, сами по себе, вот, сами по себе, вот что вы сами по себе одна представляете из себя? Какая вы одна? Без привязки вообще к другим людям. Вот это центральный вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго.